Мы почему-то часто думаем, как-то у нас есть такие христианские стереотипы, что демоны, бесы атакуют людей через какие-то языческие амулеты, через какие-то особые порошки, насыпанные где-то в специальных местах. То есть мы почему-то очень верим в особую силу вещей, в особую силу предметов. Через это может какие-то одержимости приходить. А вот не брала ли ты амулет у бабки? А вот брала амулет. Драгоценные, когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим, что демонизация людей, нечистые духи идут прежде всего через нечистые слова. Как Царство Божье действует через Слово, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так и тьма, она действует через слова, вот нечистые слова, обольщение, то, что мы сегодня называем ложь, пропаганда и прочее-прочее. То есть вот эта пропаганда будет свойственна всей этой несвятой Троице. И через это будут приходить люди, будут не понимать часто эти слова, будут обволакивать людей, проникать в разум, там разум будет наполнен, как ватой будет, люди будут ватные такие все ходить, мало что соображающие, как будто их разум помрачен. Что-то сделано. Знаете, напоминает, что вот когда, может, вы с этим сталкивались, когда, я помню, у нас вот в Юго-Западном районе, около больницы, обычно всегда ходили представители цыган, женщины-цыганки, и там кого-то они охватывали, приходили, «Ой, слушай, ты идешь там к больному, сейчас я тебе погадаю, ну-ка давай, ну-ка давай, ручку позолоти, что там в кошельке, доставай». И вы знаете, они как будто вот, даже было видно, вот идет какой-то человек, видно, чем-то расстроенный, посещает своего больного родственника, они нападают, одна подходит, вторая подходит, три подходит, и все что-то говорят, 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 говорят. Вот этот, знаете, вот поток слов, 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 постепенно у человека в голове вата, он ничего не понимает, он стоит с выпученными глазами, и достает кошелек, начинает давать деньги, они им что-то говорят, 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 потом раз ушли, у человека пустой кошелек. Наверняка кто-то сталкивался с подобными вещами, да? То есть как будто какая-то тьма. Потом люди говорят, что со мной было, я не понимал. Как будто вот какая-то пелена, я не понимал, что делал. Вот эти слова, они как будто охмурили разум, как будто они наполнили чем-то странным, ты перестал управлять своими действиями, и ты отдал свои деньги мошенникам. Вот что-то подобное, смотрите, будет происходить, но на большом уровне уже, на большом. И это не просто даже ложь, это не просто неправда. Здесь написано, через это действуют бесовские духи. То есть это бесовские духи будут приходить к людям и охмурять их. Когда люди будут терять контроль над своей жизнью, над своими действиями, над своими мыслями, как будто кто-то другой начинает. Вот одержимость, да? Кто-то другой начинает как бы навязывать тебе свою волю. Вот это надо делать, вот это надо делать. Люди, попадая под это, они словно даже как бы не понимают ничего этого. Я раньше вообще недооценивал как-то силу средств массовой информации. Как-то мне казалось там телевидение. У нас в семье телевидение уже лет больше 20 лет не смотрим. Вообще не смотрим. У нас никогда его не было, как мы поженились. Если и был только видеомагнатофон подсоединенный, когда мы смотрели какие-то фильмы. А так не было. Но это действует очень мощная сила. Очень мощная сила. Вы посмотрите, если мы откроем 13 главу книги Откровения, есть один момент, когда мы говорили про лжепророка, как бы такого главного пропагандиста, который указывает на Антихриста, возвеличивает Антихриста, призывает к поклонению Антихристу. Мы об этом говорили с вами на одной из проповедей. Но есть момент, я не стал на нем заострять. Сейчас вам покажу. Смотрите. Откровение, 13 глава, 15 стих. И дано ему было вложить дух в образ зверя, в образ этого Антихриста, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он, делая то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и начало их. Вот, когда Иоанн это все видел, ему не с чем было сравнить. Но он видел какой-то образ, образ зверя, который говорит и действует. То есть образ, изображение, картинка, говорящая и действующая. Две тысячи лет назад телевидения не было. Но сегодня мы понимаем, что это очень-очень похоже на телевидение, которое что-то говорит, что-то действует. И не просто что-то действует, а оно что-то навязывает. И не просто даже навязывает, а так навязывает, что не верить этому, не верить этому говорящему и действующему образу опасно. И не только опасно, а смертельно даже опасно здесь говорится, да? Убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и начало их. На правую руку и начало. Чело, голова, рука, действие. То есть это будет воздействовать на наше сознание, на наше чело, на наш разум, проникать, внедряя какие-то демонические, бесовские, как здесь говорится, мысли. И через это правая рука, наши действия, как человек мыслит, так он и поступает, это будет влиять на наши поступки. И именно благодаря вот этому воздействию этих жаб, квакающих, этих нечистых слов, слов, наполненных бесами, наполненных демонами, то есть под абсолютным демоническим влиянием, это будет мощная атака на умы людей, на жизни людей, на поступки людей именно в последнее время перед возвращением Христа. Мы знаем, что дьявол, он лжец, и отец лжи. Эта ложь с силой тьмы как раз и будет идти. И мы с вами читали, что это бесовские духи, да, и они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и день. То есть это будет воздействовать на власти, на власти стран, на власти народов, то есть на всевозможных чиновников. Это все будет действовать, да? Оно будет действовать на них и влиять на них это будет. И в конце концов это будет противостояние. Мы видим, в этом будут задействованы власти, в этом будут задействованы правители, то есть это будет какое-то политическое противостояние. Остается догадываться, каким оно будет. Но оно будет таким, когда будут одержимые правители, одержимые цари, одержимые начальствующие. И не случайно, обращаясь к верующим, Иисус говорит здесь, блажен, бодрствуй и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его. То есть блажен, кто защитит себя от этого, одеждой праведности. Блажен, кто будет бодрствовать, то есть не заснет, не заснет, потому что люди будут буквально в спящем состоянии, ватные, ватная голова. То есть ты ходишь, вроде бы что-то говоришь, вроде бы что-то делаешь, а это словно бы ты, а словно бы уже и не ты. Как будто что-то действует через тебя. И об этом очень хорошо сказано у пророка Исаии. Вот я хочу вам открыть 29-ю главу, как бы оторваться от Откровения, от Апокалипсиса, Исаия, 29-я глава. И вот посмотрите, здесь в восьмом стихе, вот картина, как происходит это одурманивание людей. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. То есть те армии, которые будут сражаться против света, против Божьей воли. Это люди будут как во сне. То есть им будет казаться, что вот так, и так, и так, а это на самом деле лишь фантазии из их головы. Ну вот часто же бывает, когда вот тебе что-то снится такое хорошее-хорошее, да, что-то там тебе подарили, ты что-то там заработал и купил себе. Мне несколько раз было. И вот просыпаешься утром, и еще вот этот момент, когда ты не понял вот эту грань между сном и явью, ты такой, ой, у меня это есть. И постепенно до тебя доходит, что у тебя этого нет. Это приснилось. Ну, у снов есть и другая позитивная сторона. Бывает, наоборот, какой-то снится кошмар, да. Вот в детстве бывает снится, что от кого-нибудь ты несешь, а за тобой кто-нибудь бежит, и ты убежал к себе в квартиру, и так дверь уже закрыл, уже совсем. А он прям так вот лезет, 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 лезет. И ты так вот стоишь, стоишь, и думаешь, только бы не залез. И тут раз просыпаешься, думаешь, ой, слава Богу, это сон, это сон. То есть порой вот в момент пробуждения трудно даже понять, где сон, где явь. Так вот точно так же, смотрите, Исайя говорит, что будет с множеством народа, множеством народа, который пойдет против света, пойдет против Божьего Царства. Они будут как во сне находиться. И вот смотрите, здесь говорится девятый стих дальше. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Помните, мы когда говорили про вавилонскую блудницу, мы говорили, что она опаивает людей. Люди словно пьяными становятся. То есть перестают соображать, да, вот это опять вот это ватное состояние, вата везде. Ты ничего не понимаешь, ты ничего не соображаешь, да. Вот. И пьяный, да, хотя вроде и не пил. Ибо навел на вас Господь дух уцепления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что словам в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. То есть смотрите, что произойдет. Люди будут настолько охмурены этим сном, они перестанут понимать слово Господа. Они не будут понимать, прочитай. Как мы говорим, вот смотришь в книгу, ничего не видишь. Не могу читать. Не случайно Иисус часто повторял, имеющий уши, да слышит. Имеющий глаза, да видит. Имеющий разум, да бодрствует. Сколько раз в Писании призывается к бодрствованию. То есть когда будет охмурение, опьянение. Останавливается к бодрствованию. Имеющий разум, да бодрствует. Продолжение следует...